Зачем выбрасывать, если можно перерабатывать? Акцию «Сдай макулатуру, спаси дерево» провели накануне учащиеся Бавлинской школы номер 2. Гору макулатуры около 3,5 тонн бумаги собрали школьники номер 2, начиная с 1 по 11 классы. Участвую в акции, приуроченной ко дню вторичной переработки. Ученики данной школы спасли 35 деревьев, сэкономили 3500 кВт энергии, около 1000 кубометров воды. Весь проект сам организовывали ученики 7, 8, 9, 10 классов. Этот проект курировала наша учительница по биологии Рост Даниловна Жилина. Более того, нас спонсировала компания «Мехуборка Групп» в лице Ролана Томасовича, директора регионального развития «Мехуборка». В течение недели ученики носили в школу пакеты и коробки со старыми тетрадками, книгами, газетами и журналами. На первый взгляд, ненужные предметы, но они вполне могут обрести вторую жизнь. Учащиеся своими руками переносили килограммы макулатуры в машину, которую предоставила компания «Мехуборка». В актовом зале школы наградили организаторов проекта. Грамоты и денежные призы достались и тем, кто собрал макулатуру больше всех. Среди классных коллективов первое место занял 1-й А-класс, 2-й, 4-й В и 3-й, 5-й А. В личном зачете и на первое место вышел ученик 4-го В-класса Никита Фокин. Он собрал 152 килограмма макулатуры. То, что у нас папа нефтяник, собралось очень много бумаг. И получилось собрать такое количество. Папа тебе только помогала, да? Или всей семьей собрали? Всей семьей. Что там у вас больше было? Журналов, книг? Ну, журналов больше всего там. Еще буду участвовать в таких конкурсах. На несколько килограммов меньше принес ученик 6-го В-класса Руслан Имамиев. Его результат 145,5 килограмма и второе место. На третьем месте оказался ученик 4-го В-класса Илья Маев. Он сдал в ход 28,5 килограмма. А четвертое место заняла ученица 1-го класса Алина Гафурова. Она собрала более 110 килограммов. Также всем участникам этой акции раздали сладкие подарки. Теперь ученики 2-й школы знают, что макулатура – это не мусор, а сырье, в котором очень нуждаются перерабатывающие предприятия. Айгуль Ксенова, Артем Артемьев, БРТ.